Всем привет! С вами я, Дмитрий Хестер. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодняшний выпуск очень порадует любителей пива. Я собираюсь приготовить совершенно потрясающие ребрышки, свиные ребрышки. Правда, у меня их нет и надо за ними еще скататься. Я думаю, что я буду просто так ездить? Я же вам хочу показать места, в которых живу. Обычно я катался и снимал все это дело на одну свою GoPro. Спасибо Володе, он мне дал попользоваться своей GoPro и некоторое время катался с двумя камерами. Но все равно не очень удобно, честно говоря. Хотя бы две камеры нужно внутри машины поставить, чтобы с разных углов себя снимать. И надо периодически показывать внешние виды. Я пытался их снимать со стекла во время дороги, что-то показывал. Прислали на обзор видеорегистратор. Вообще-то в Испании они запрещены. Но у этого есть неоспоримое преимущество. Он устанавливается так в машине, что его практически не видно снаружи. И вероятность налететь на большой штраф минимальна. Посмотрим. Вот такая коробчонка. Я посмотрел ролики в интернете, как он снимает. Мало того, что дневная съемка классная, мне очень понравилось, как он снимает ночью. И поэтому я надеюсь, что в будущем порадую вас классными видами ночных городов окрестных. Думаю, будет интересно. Посмотрим, что там внутри. GPS. Широкий угол обзора. Full HD при 60 кадрах в секунду. 2К снимает с 30 кадров в секунду. Красота. Вообще красота. Вот такая фигуренка. Не онлайн. Кранчик. Установка. Камера. Это для того, чтобы провод закрепить, судя по всему. Площадка. Провод питания. Это переходник на компьютер, судя по всему. Ага, вот сама площадка, которая приклеивается к стеклу. Пойдем в машину поставим. Ну чего? Видно регистратор? Видно? По мне так не особенно. Глянем снаружи. Не, ну разглядеть, конечно, можно. Но сложновато. Ширкография прикрывает. Поехали. Сейчас мы едем по городку, который называется Хабия. Или на Валенсиано Чабия. Городок, который состоит из двух таких зон, как гантеля. Одна зона около горя непосредственно жилая, а вторая в стороне чуть в горы сдвинутая. Ну сейчас как раз таки по той, которая чуть в горы идет. Тут меня спрашивали под одним из видео. Дмитрий говорит, как это тебе удалось, уехав за границу, не скурвиться и не начать поливать грязью Россию? Как-то человек выразился, по-моему, там, сраную рашку. Законы, они, собственно говоря, везде, мягко говоря, не фонтан. В Испании дурацких законов миллион просто. Такая глупость зачастую бывает, какую в России я не встречал. Ну, пример простейший. Здесь подавляющее большинство моих знакомых, которые сюда приехали, они живут по так называемому виду нажительства без права на работу. То есть жить ты здесь можешь, а работать по найму в Испании не имеешь права. И это право получишь только через, там, черт знает сколько лет проживания в Испании. Либо, если найдешь работодателя, который захочет тебя взять, а работодатель сможет доказать государству, что он искал старательно. Искал и не нашел специалиста твоего уровня, твоего класса среди тех, кто в Испании уже имеет право на работу. Причем он не просто на словах должен доказывать, он должен разместить на бирже труда вакансию с полным перечнем этих самых данных. И если с биржи труда придет человек, который по вот этой вакансии подходит, он обязан его взять. Так вот, вот представьте себе, допустим, у вас бизнес, там, в вашей стороне какой-то, вы приобрели сразу две квартирки, в одной собираетесь жить, а другую сдавать. Благо, вот зона курортная, можно ее сдавать. Сдавать можете по испанским законам, а уборку в ней делать после того, как ваши туристы, приехавшие, выехали, уже не имеете права. Должны нанимать местного человека, потому что уборка, это будет уже работа, а у вас нет права на работу. Представляете, глупость какая. Потом, чтобы сделать ремонт в своей квартире, в своем доме, то есть в своей недвиге, внутри, вам нужно получить разрешение. Это разрешение не просто какая-то абстракция, нет, вы должны предоставить проект работ в местную мэрию. Там указать перечень материалов, перечень работ, указать стоимость всех этих вещей, вам посчитают налог от всей этой стоимости, даже если вы сами все будете делать. И вы эту сумму должны будете уплатить. Представляете? Вот такие законы. А вы говорите, все примерно одинаково. Я не могу сказать, что в Испании все плохо, в России все хорошо. Да ничего подобного, везде все по-разному. Здесь, например, такой климат, какого я в Москве в жизни не видел. У меня в Москве настолько угнетало последние 10 лет, сколько я там жил, постоянный серый блин, вместо неба, висящего над головой. То есть из-за того, что очень тепло, там постоянно вот этот висит, такое марево, синего неба не видишь. Приходилось выезжать аж за 200 километров от Москвы в Тверскую область, чтобы посмотреть, какого цвета небо бывает. А, другой пример. Вот сейчас я еду с регистратором, снимаю красивые картинки, чтобы вам показать, как здесь все здорово. Замечательно. По закону не имею права. И если меня полиция остановит и увидит это дело, я попаду на серьезные штрафы. Дрон в Испании. Хотел купить, чтобы снимать красивые виды, чтобы сделать лучший контент для блога. Тоже, понимаете, снимать дрон можно только над своей территорией. Это может быть землевладельцем каким-нибудь. И не выезжать. В городах нельзя. Дороги общего пользования нельзя. На пляже нельзя. Нигде нельзя. То есть, вот то, что мы с Володей снимали, мы конкретно нарушали закон. Благо, была еще ранняя весна, ну, зима практически. Народу не было, и никто нас не взял за мягкой подружки. Да, а если пойти поучиться на курсы управлять дроном, смеяться курсы такие, то да, курсы стоят 3000 евро, кстати, чтобы вы знали. И потом платить за лицензию какую-то 600 евро, по-моему, в год или даже в месяц, не знаю, не буду врать. Ну, то есть, даже в год-то, извините меня, будь здоров, какая сумма. Тогда можно и над пляжами, и свадьбу можно снимать и так далее. Так что маразма и тупизны хватает везде. Вот, что хорошего, к примеру, да, про климат сказал. Народ, по крайней мере, вот в нашей зоне, вот в этой, чрезвычайно доброжелательный. Я по дорогам езжу спокойно и как удав. В Москве катался постоянно в таком, в готовности к бою, условно говоря. То есть, такое состояние, ну, постоянное напряжение. Возможно, из-за того, что столица. Но, даже когда, собственно говоря, из столицы ездил к родителям в Татарию, по трассе, все равно, едешь и постоянно готов к отпору. То есть, внутренне такой, в тонусе едешь. Здесь люди ездят спокойно. Да, так на счет регистратора, это я сказал. Давайте я вам расскажу, что успел прочитать и понять. Значит, картинку вы сейчас видите, я надеюсь. Я-то еще не вижу, я посмотрю, когда приедем. Снимает с разрешением в 2К, 30 кадров в секунду. Если до Full HD опустить разрешение, то будет даже 60 кадров в секунду снимать. Можно ставить метки GPS сразу в видео. Это доказательство сразу будет в суде, не в испанском. В испанском штрафе будет. Можно ставить метки сразу в видео о скорости. Можно поставить так, чтобы если скорость выше 100 км превышаете, то он скорость не записывает в эту метку. Да, там стоит аккумулятор, как я прочитал, который супер-упер классный, который не взрывается от нагрева. Кстати, для Испании очень актуально, потому что машина так раскаляется на солнце, просто беда. То, что снимать его очень быстро из машины выходить, тоже классно. Потому что какой бы ни был аккумулятор, на солнце, на жаре раскалится, сам корпус может потечь. Удобная штука. И я очень хочу попробовать ночную съемку. Я посмотрел ролики в интернете, какая получается ночная съемка. Просто класс. Иногда случается поздно съездить куда-нибудь в большой город. Даже в наших маленьких городках там огнями все залито. Я думаю, будет красиво и будут классные кадры. Но это увидим еще в будущем. Да, кстати, мы уже к магазину подъезжаем, так что я буду парковаться, с вашего позволения. Итак, я приехал к магазину сетевому Lidl. Но не в сам магазин, на самом деле, а в лавку, которая рядом с этим магазином. В этой лавке очень классный выбор мяса. Так что сейчас мы попробуем там найти нужные нам ребрышки. Привет! Можно grabar un video? Не разрешают. Мне не важно, но тефе не хотят. Чефе? Почему? Не знаю. Хорошо. Есть костей и десерта? Очень хорошо. Очень хорошо. Сколько хочешь? Есть около 2,5-3 кг. Каждый 2,5 кг. Еще немного? Нет. 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 Это панцета. Панцета. Хорошо. Каждый десерта. Каждый 2,5 кг. Картар? Нет. 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 Спасибо. Спасибо. Все для сегодняшнего дня. Все для сегодняшнего дня. Очень хорошо. 4-10 кг. 4-10 кг. 10 кг. 10 кг. 10 кг. 10 кг. Сказал, что выключил камеру. А сам ее выключил, а потом, опять, включил. А сказал продавец, что сам-то он не против, чтобы снимали. А вот хозяин протестует. Ногует, приходи завтра, я поговорю с хозяином, может быть, разрешит. Спасибо, конечно, за такое удовольствие, но маловероятно. Добрался вчера к вечеру до дома, и снимать было поздно, поэтому мы продолжаем разговор уже сегодня. Это великолепные ребрышки. У свинины, на мой вкус, один недостаток. Как правило, она и в половину не так ароматна, как, скажем, говядина, ну или тем более баранина. То есть, вкус у нее скорее нейтральный. И чтобы сделать из нее что-нибудь такое действительно яркое, приходится изрядно попотеть. Так, нам сегодня понадобится довольно разнообразный комплект. Конечно, свиные ребра, острый, очень острый нож. Не ленитесь точить ножи. Не бывает таких, которые остры сами по себе. Теоретически эту пленку можно было бы, наверное, не снимать, потому что ребра будут тушиться долго. Я зацеплю это дело салфеткой. Так. Вот так. И теперь надо нарезать. Да, согласен. Набор не из простых. Но вы подождите. Посмотрите ролик. Может задумаетесь и решите, что стоит заморочиться и приготовить. И куриный домигляс, и с ребрышками так заморочиться. Чтобы не пачкать десяток посудин, готовить буду сразу в форме для запекания. Надо разогреть оливковое масло и обжарить ребрышки. Свинина вообще, и ребра в частности, довольно-таки жирное мясо. Сразу молотые пряности. Здесь у меня бадьян и красный острый перец. Специально использую меленьку, которая дает довольно крупный помол. И соль. Можно было бы, конечно, и соевый соус, но он у меня неожиданно кончился. Цель сегодняшних плясок с бубнями – это вытопить из ребрышек весь лишний жир и получить на выходе очень нежную, очень мягкую, очень сочную мякоть. При этом, конечно, сохранить вкус и аромат вот этих замечательных прижарок. Не торопитесь переворачивать. Надо получить очень красивые подрумянные бачка. И всю эту красоту в самом конце обернуть, обмакнуть, облить очень яркой, кисло-сладкой, острой имбирной глазунью. Кстати, насчет имбирности. Надо уже его нарезать. Сочный какой. Пахнет на всю кухню. И сразу же его на ребра. Я хочу, чтобы они буквально пропитались этим вкусом. Они, кстати, уже дошли до нужного мне состояния. Осталось немного. Добавить несколько долек чеснока. Даже резать не буду. Раздавленный вполне нормально даст свой сок. Нарежу острого перца. Он у меня слегка подвялился. Я вам уже жаловался на жизнь, что свежий острый перец у нас тут большая редкость. Я даже семечки чистить из него не стал, потому что хочу чуть больше остроты. А вот луп постараюсь нарезать помельче. Мне нужно, чтобы он почти полностью растворился, став основой будущей карамели. Перцы сюда. Как красиво, а? И лук. Возьмете обычный рябчатый лук, получите вкус чуть другой, но тоже очень-очень классный. И слегка потрясти, чтобы он между ребрышками провалился ко дну. И практически прямо сейчас надо добавить протертые томаты. Все это надо поджарить, чтобы луковые сахара, сахара томатов стали превращаться в карамель. Но следите, чтобы ничего не сгорело. И вот сейчас, пожалуй, можно выносить оставшиеся ингредиенты. Рисовый уксус. Вместо него можно использовать и винный, и бальзамик. Главное, обычный столовый, не плюхайте. И красное сухое вино. Отлично! И очень-очень важный ингредиент – концентрат красного бульона. В этой баночке у меня концерт куриного. Вот в этой ложке собрался вкус как минимум двух, двух хорошо прожаренных плух. Еще немного. Ну, похоже, все почти однородное. И доводим до кондиции немного меда для сладости. На самом-то деле, конечно, можно и сахара добавить. Все равно в этом богатстве вкусов вы вряд ли различите мед там или сахар. Но мед-то в кадре явно посимпатичнее выглядит. Верно? Вот именно сейчас пробуйте. Пробуйте, еще раз пробуйте. Добавляя сейчас всего понемногу и всего подряд, нужно добиться очень яркого, острого, кисло-сладкого, имбирного вкуса, очень пряного. Да, потом, чуть позже, я лишнюю влагу выпарю и этот соус загущу. Будет просто бомба. И в таком вот виде отправлю в духовку. Полчаса, 170 градусов. Сейчас у нас ребрышки снаружи обжарились и потеряли ощутимую долю и жира, и мясных соков. Вообще, подавляющее большинство мясных белков при обжаривании соки теряют, они сжимаются от этого. А коллаген, в отличие от них, наоборот, при длительной варке разбухает и впитывает в себя влагу. Поэтому сейчас в духовке они взамен потерянных соков и вытопившегося жира будут втягивать в себя весь этот ароматный винный бульон, винный соус и становиться ярче, ароматнее и вкуснее. И на выходе у нас получится. Ну, вы видите, что у нас получится на выходе. Встретимся через полчаса, а я вам пока вставлю несколько ночных кадров, снятых на вот этот вот видеорегистратор. Ну и как вам годный материал? Вот такими кадрами я хотел периодически разбавлять свои рецептурные ролики. Что вы насчет этого думаете? Отпишитесь в комментариях. Ребрышки у меня полчасика потомились в духовке, пора их перевернуть на другой бочок. Вот так вот. И еще потомить в духовке. В общей сложности, в зависимости от их размера, томить надо минут 50-60. Грубо говоря, полчаса на сторону. Но если уж у вас совсем молоденький поросенок, возможно, там по 20 минут на сторону хватит. Встречаемся еще через полчаса, а пока основные этапы рецепта. И вот как выглядит это чудо через час томления. Остается окончательно загустить соус. Я это проделаю на плите в этой же форме. Огонь посильнее, пусть эта влага выкипает, а я пока займусь остальными закусками. Не то чтобы они уже были так нужны, но пусть будет. Это у меня уже готовая вареная кукуруза. Сейчас слегка прогрею на сковороде, но чтобы была вкуснее, смажу сливочным маслом. Вот так, вот так. Отлично. Масло препятствует дополнительную сладость. А остроты добавлю чуть позже, пусть слегка поджарится. А на этой сковороде у меня поджарятся маленькие перчики на оливковом масле. Это такая традиционная испанская закуска. Их надо поджарить так, чтобы местами тонкая шкурка слегка запузырилась. Ну, сразу же можно посолить. И не забывайте про ребра. Да, отлично. Смотрите, соус уже превратился в карамель. Он полностью обволакивает каждое ребро. Супер. Уже можно садиться за стол. Так что открывайте бутылочки пенного напитка. И кукуруза уже готова. Отлично. Перцы в отличном состоянии. В тарелку их. Кукурузу осталось присыпать красным острым перцем. Отлично. И тоже перекладывать в тарелку. И ребра во всей своей красе. И сверху вот этой яркой карамелью. Вот такой мировой закусон. Нравится? Мне тоже. Вы, конечно же, ждете в первую очередь впечатление о ребрах. А я начну с перца. Потому что он очень хорош. С легкой горчинкой. С легкой остринкой. Масленный такой. Солноватый. Похрустывает. Класс. И вот теперь наконец-таки можно попробовать и кукурузу. Немного троллинга не повредит, а. Какая. Запах от этой кукурузы, если ее обмазать маслом и поджарить, почему-то медовый получается. И сладкая одновременно. И сладкая новота. И с легкой остринкой. Очень люблю. Причем острота не горькая такая, а согревающая. Ну и наконец-то ребрышко. Скажем, вот это. Симпатичная. Такое буйство запахов. Это самый, самый классный закусон под пиво. Потратьте свое время. Не пожалеете. Спасибо за компанию. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok